Как редактор издания «Алкас», который интернет-газета отображает все происшествия, которые идут в мире, в стране. Так что вот эти происшествия, война в Украине, это всё не помогает сосредоточиться. Но нам как раз это вызов оставаться на своих местах и работать сосредоточиться. Так что я постараюсь сегодня сосредоточиться, ибо тема, о которой я хочу говорить, очень обширная. И я много времени уделял на исследование этой темы. И сегодня нужно мне коротко как-то передать самое интересное, что удалось исследовать. Я сам физик-астроном, окончил университет, физик, работавший на тему лазеров, которая у нас в Литве сейчас очень хорошо развита. Но ушёл в этнокултуру или в космологию через астрономию к знаниям предков. Ибо понял одну простую вещь, которую нельзя просто не почувствовать, что мы можем лазер исследовать, небесные тела, ракеты создавать. Но кто сделает ту работу, кто исследует наше мировоззрение древних наших предков, которые дают нам чувство идентитета, которые дают нам корни, возвращают к жизни народ, к культуру. Никто. Лазеры могут исследовать там американцы, японцы и так далее. А в Литве очень мало людей. И вот я как-то определился, что свои знания, соединюсь с этнокультурой, начал собирать астрономический фольклор в экспедициях, когда в 20-м веке, 90-е годы, когда мы в 90-е годы собирали фольклор, движение фольклорное, я вступил в него и собирал астрономический фольклор. Астрономические знания собирал в экспедициях в разных местах. Были экспедиции в Латвии, где проживает литовское население, это в Даугавпилсе местности, там и в Польше, и в других местах за границей Литвы. И эта моя работа дала мне обширный архив. Сейчас не всё расшифровано на разных плёнках, в разных тетрадях, очень много материала. И когда я достиг уже вот этого века своего, нужно было бы, наверное, очерстить вокруг себя рябиновой палкой круг и за него не выступать. Хотя бы и стреляют, или там прыгают. Всё это как-то довести до публикации и так далее. Вот сейчас я этим, хочу этим заняться, но всё не могу отойти от общественных, разных других своих обязательств, редакционных работ в газете, интернетные, алкосолты и так далее. Так что вот сейчас вы меня возвратили вот этим семинаром к теме, и я сам прочитал ещё раз свои работы на тематику космологических семантик, прялок, прялок символити и символическом значении орнаментики, этнографических предметов и так далее, где я много работал в конце 20 века. И сейчас я прочитал это, я не могу поверить, что это мои работы, там так гениально всё написано, исследовано. Конечно, эти некоторые данные устарели, но я хочу их представить, потому что всё-таки в этой области мало что нового сейчас, хотя много чего, но мало нового на эту тему. А символики, космологические символики, можно сказать так, народного искусства, которое мы называем изображения, орнаментов, символов. В данном случае я буду говорить о изображениях на прялках, хотя там в переводе получилось на моём презентации, что вы видели в программе, что это веретено, это связано с веретеном, но это будет разговор не о самом веретене, вы веретено представляете, как выглядит? Это палочка с утолщённым концом или ещё с таким... как это говорится? Нить, нить. Нет-нет-нет, прялка, этот веретено, веретено, это... это... ...салочка, на которой нанизывается пряслица, такой... ...или... ...керамический... ...иск с дыркой внутри. Это основное. И он крутится в руке. Самое архаичное – это придение. Когда пряжа где-то прикрепляется вообще-то где-нибудь, так к стенке можно, на колени положить её, или на какую-то нанизать, на какую-то палку. А прялка – это то, что... Вот на чём пряжа держится. Так я говорю... Сегодня буду в основном говорить о прялках. Вот переходим, наверное, к другому слайду, чтобы вы видели вот это, что это такое. Как это перейти? Только стрелочку нажимаю, но у меня ничего не меняется. Ещё раз попробуйте. У вас получалось, было всё хорошо. Ну, а сейчас я застрял, ибо я что-то не то делаю, наверное. Так. Ну вот, изменил. Да, да, всё прекрасно. Вот видите, вот о чём речь. Вот веретено у женщины в руке, правой руке, да? Веретено. И на конце этой палочки там утолщение такое. Оно может быть нанизанный каменный или керамический такой диск, чтобы имел вес вот это веретено. И вот на него наматывается нитка из этого волокна, из пряжи, которая в данном случае здесь на таком устройстве деревянном. Это прялка. Вот эта прялка. Вот на правой стороне видно голова прялки. Вы видите её. Там с орнаментикой. Вот так веретено с прялкой напрямую связано. Поскольку основной инструмент веретено в руке правой женщины, а прялка – это устройство для прикрепления пряжи. Вот там палочкой такой пряжа прикреплена, в прялке дырка. Дырки есть. Видите, вот она вылезла, вот эта палочка тут. И тут пряжа. Так вот я говорю о орнаментике прялок. И сейчас хочу сказать, что это прялки в Латвии, Литве. И здесь, в наших балтийских странах, они уникальный предмет. Если искать более орнаментированных предметов по количеству в этнографических музеях, так прялки занимают первое место. Очень богатые орнаментика. Очень богатые орнаментика. И у нас уцелело немало прялок. Когда ещё вот этого колеса не было, тогда они уменьшаются и получаются маленькими прялочками. А сейчас вот эти прялки… Конкретно. Да, 19 век. Самый… ЛДС. 18 века, 19 век, начало 20 века, потом исчезают. Ибо веретено, круг вот этот, уже прибор получается, и там придение иначе, но они сохраняются. Они сохраняются в виде маленьких прялок потом на колесе, когда это переходит. И вот что привлекает внимание? Вот эти орнаменты. Что привлекает в них? Что они консервативны. Что вот то, что вы видите тут, оно… Вот такие орнаменты, вот на этих прялок, они повторяются по всем прялкам. Только некоторые модификации, когда человек, который это изготавливал, уходит куда-то немножко в сторону, вот этих мотивов очень редки. Так что прялки сохраняют вот эту структуру всё время, через эти века, и они не изменяются. Это очень интересно, очень странно. Что… Почему? Почему тут нету каких-то пиктографических сюжетов в жизни человека, какие-нибудь там сцены, я не знаю, до трактора или изображения какой-то обыденной жизни на них. Почему это вот такая консервативная орнаментика, и это сегментные звёзды вот такие, круги, кружочки. Как пример, российские прялки на территории России изменяются. Там полихромия приходит, украшивание, изображение обыдненных сцен, люди сидят у стола, там что-то, кто-то скачет на лошадях. Ну, в общем, рисуется уже не вот эта абстракция. А эта абстракция говорит о чём-то очень архетипическом, архаическом, ну, я бы сказал бы, это схема, как математическая какой-то модель, которую изменять нельзя, табу. Он проходит… Человек, который это делает, он не позволяет себе ничего изменить. Только композиции, только расположение. И вот это в народном искусстве просто говорится это декор или украшение, да, мы говорим. И все искусствоведы не ступают дальше, и только позволяют себе некоторые высказывания, что это солнце, это звёзды, там дерево, в общем, что это какие-то мотивы космические. И исследователи разные это высказывали по поводу значения этих орнаментов. Более всего, ближе к моей концепции, о которой я развиваю в своём докладе, был наш великий металлог Норберт Освеллюс. Он говорил, что в этом рисунке можно видеть сферы, космические сферы, как древний человек представлял структуру космоса. Но он говорил, Земля, подземелье, небо, ну как мы на мировом дереве проецируем три космические сферы, так, конечно, говорим о Земле, о подземном мире и небесном мире, какие-то три сферы. Так вот такие три сферы тут можно и увидеть сразу, первым взглядом. Если говорить о сферах, мы видим три сферы. И вот эти три сферы, как бы Веллюс тут высказал такое предположение, но исследований никаких не проводил. Я же исследовал несколько сотен прялок, как физик я подошёл к этому на структурно, на структуральном математическом уровне. Я исследовал распределение структур, орнаментов, их количество и так далее, и что получилось. Я исследовал просто сейчас вот это. Видите, ещё пару примеров. Тут по-польскому шашлице написано, и дыстов по-английски. Просто сейчас взглянем, а потом придём. Вот есть очень мало прялок, на которых полихромия. Тут видна раскраска вот эта. Так и не ясно. Вообще это не было очень распространено, это уникальные такие вот образцы. И идём дальше. Ещё пример, чтобы вы видели, вот как это распределяется. И вот мои исследования. Я исследовал очень много, долго исследовал и определил, что в данной схеме, вы видите, вот эти круги. Я их называл кругами. Кругами. В них внутри звёзды, в данном случае, видите, лепестковые звёзды. Но вообще говорится о структурах круга. Сколько кругов изображается на поверхности головы прялки. Так называется эта часть, верхушка прялки, голова прялки. Так что получилось? Видите, три круга 40% исследования материала, четыре круга 2% только, другое 9% и один круг 6% и два круга 43%. Так что мы можем сказать сейчас, что преобладают прялки, на которых изображаются три круга в вертикальном положении на голове прялки. В другой, на другом уровне, это три круга. Два круга. Два и три круга. Занимают 40% и 43%. Ну, два круга 43%, даже больше, чем три круга. Так что идём, посмотрим, что дальше тогда ещё получилось. Так что тоже исследовал, а сколько лепестков в звёздах, которые изображаются внутри кругов. Ну, видите статистику. Шесть лепестков, 46% материала. На втором месте, что будет тогда? На втором месте, это 31%, да, это 4 лепестка или 4 направления и 8-17%. Так что 6, 4, 8. Другие случаи, 4% там, это было 8, больше, чем 8. Больше, чем 8. Вот. Вот так что видим, что преобладают шестилепестковые и шестилепестковые и четырёхлепестковые, да, круги. Ну и дальше. Так, тут что? А, и вот левая прялка внизу, где 60% написано, в общем, эта схема говорит, что над кругами, вы там видели, вот левая прялка, нижняя показывает, иногда, когда мы имеем дело с двумя кругами, тогда над вторым кругом вверху линейнообразный мотив изображается. Круга нету, но это пространство осваивается изображением, картиночкой, растения, какие-то структуры, звёзды и так далее, орнаменты. Это как бы, я это называл П-мотивом, П-мотивом, почему П, потом увидите, и вот он здесь занимает как бы место третьего круга. Поэтому всё получается так, что когда мы смотрим, что вот этот П-мотив, он чаще всего на двух прялках с двумя кругами, 60%. П-мотив вверху, не круг, а какая-то картиночка, она, её находим на 60% двух окружных прялок. Но на трёх кругах прялок мы находим только 30% этого П-мотива вверху. П-мотив показан и на трёхкружной прялке, и на двухкружной прялке, сейчас по правой и левой стороне, вы видите это. И 10% там другие случаи. Что получается? Что из этого видно, что П-мотив этот, который я выделил, третий основной мотив круги и какой-то другой мотив, он занимает место просто третьего круга. Вот из из этой статистики видно, что когда три круга, тогда всё сказано. Но когда два круга, чего-то ещё не хватает, тогда П-мотив этот на место третьего круга. Ну, обобщая, скажем так, что прялки свойственно трёхсферное или три поделения. Если нету третьего круга, его место занимает какой-то линеарный картиночка, мотив с какими-то изображениями. Но всё-таки остаётся трёх ярусная структура. Вот это доказано. Дальше. Сейчас проводил исследование круга как такового. Что такое значит сам круг с этими направлениями? И тут у меня обширная работа, всё расписано, и статьи были публикованы, где сделан обзор вообще, что исследователи как разъясняют вот этот круг. с писанными звёздами или направлениями. Так многое там многое высказано. Вы знаете, что чаще всего этот мотив называется мотивом солнца. Говорится, что это солнышко, солнце, и вот это солнце изображается не только на прялках, но на разных предметах. На разных. На ручниках и так далее. Очень много в народном искусстве на мебели, на стульях. Вы это знаете, это шестилепестковая звезда. Ну вот, я обобщая материал, могу сказать, что всё-таки в исследованиях, обобщающих орнаментику и символику, говорится, что это не только солнце, не только простой орнамент, но этот круг изображает Вселенную. Самые общие высказывания антропологов и исследователей говорят, что Вселенная изображается в виде круга. Например, как мы изображаем свою Землю вообще? Мы изображаем в виде круга, где окружность это пространство плоская земля, вокруг мы видим горизонт. он находит кругом. И на латыни это просто говорится орбис террариум, земной круг. И над головой другой круг, небесный круг, он тоже кажется в виде купола, но когда мы его проецируем на плоскость, он получается в виде круга. Самое наглядное, наверное, объяснение этого, о чём мы говорим, когда изображаем сферу Земли, круг Земли на плоскости. Что мы получаем? Два круга на плоскости. Если раскладываем глобус, мы получаем два круга и говорим, что северное и южное полушарии. А если просто смотреть, как на декор, так видим два круга так раздвинутые, один на другим. Или, если на сторону положим, один возле другого, два круга. И понимаем, что это тот мир, в котором мы живём. Но в данном случае это круглая Земля, о которой люди никогда ничего не знали. Только после открытия астрономических, что Земля круглая и кружится вокруг Солнца. А самое древнее представление, что Земля плоская и Солнце кружится вокруг него. Так что вот этот круг, а потом вы увидите вот эти солнышки, которые тут показаны у меня так наглядно, они на прялках тоже существуют в виде маленьких звёздочек, сегментных кружков. Они кружатся вокруг вот этого основного круга. Так что если обобщить, не приводить тут все доказательства, как я это изложил там очень точно на математическом, физическом уровне, я сразу же скажу вывод. Вывод такой, что в этом круге мы видим понимание человека о пространстве и времени, как человек изображает схематические понятия пространства и времени, и в данном случае вы видите наглядно, как человек понимает, что время это движение солнца по кругу, и время это движение солнца по кругу. Другого времени мы не имеем. Наши часы изображают движение солнца по кругу, ось, и вокруг руется стрелка. В общем, движение солнца по кругу это небесная линейка по отношению которой мы измеряем происшествия свои жизненные происшествия календарное время день рождения и так далее это круговой путь солнце так что вот этот круговой годы годовой путь солнца и по моим по моей гипотезы и представлен виде этой сегментные звезды где мы видим центр в центре ставим человека и он наблюдает движение солнца и движение солнца как раз он наблюдает как показывает это 6 лепестковая звезда почему как показывает 6 лепесткового звезда потому что когда мы смотрим на лево мы видим восход солнца между вот этими двумя лепестками что это значит два лепестка крайнее положение солнца на горизонте нижний левый Лепесток покажет, где Солнце восходит в пространстве по отношению к земному горизонту в день летнего солнцестояния, а вверху левое направление лепестка показывает, где Солнце восходит на горизонте орбис террариума, этого круга земного, в зимнее солнцестояние. Другие дни оно восходит где-то здесь между этими направлениями, поэтому по представлению древнего человека вот эти направления между вот этими крайними лепестками левыми и являются востоком. Это восток. Ну понимаем, когда мы говорим восток и показываем пальцем на среднюю линию, мы имеем в виду среднее положение Солнца в годовом движении, это равноденствие, точку равноденствия. Но человек-то наблюдал, измеряя время, изменение положений восходов Солнца и заходов. Когда взгляд уже наш переходит на правую сторону, там тоже делается с заходами. А вот этот верхний и нижний лепесток показывает кульминацию, верхнюю и нижнюю кульминацию Солнца. Это самое древнее направление, которое человек определяет по короткой тени палки. Это север-юг. Так что имеем здесь пространственно-временную диаграмму. Мы имеем пространственно-временную диаграмму, в которой видим расчленение пространства и времени на самые крайние точки. Что ещё можно сказать? Ну, видите, вокруг, в данном случае это реальный круг с реальной прялки. Вы видите меандр по краям круга, вы видите меандр. Меандр дальше в работах всех моих, там дальше, разъясняется как вода. Линия воды – это, естественно, всё это изображается вода, вот как меандр – это ломаная линия. Почему вода? Идите налево-направо, куда вы пойдёте, всё время материк окружён водой. В представлении древних плоская земля плавает на воде. Можно копаться и найдём воду, когда копаем колодец, или пойти в любую сторону света, по этим направлениям придёшь к воде. Так что изображается диск с направлениями на небесное движение Солнца, окружённый водой. И вот человек проживает в этом диске свою жизнь, измеряя её положениями Солнца над горизонтом. Сколько там кругов от этих изменится, столько мы и проживём. Потом придут другие поколения. Так вот, это интерпретация основного круга, который составляет основу композиции декора прялки. Дальше. Если мы посмотрим на некоторые прялки, очень редкие случаи, не то что очень, но редко на другой стороне прялки что-то изображалось. На левой стороне вы видите вот эту лицевую плоскость головы прялки, вы видите её, а на правой стороне даётся обратная сторона прялки. Вот это, где квадрат обчерчен зелёный. Что мы видим на левой стороне? Мы видим три круга характерных, и ещё даже этот п-мотив вверху. Хотя тут уже три круга, всё-таки ещё прорастает какое-то растение в этом вверху. Вот видите, тут как бы деревья. На правой стороне что вы видите? На другой стороне вместо первого круга что-то изменилось, нижнего. Вверху остаются, композиция остаётся. Что мы видим на месте правого круга? Если я говорил, что круг – это земля, и мы его раскладываем на плоскости, так мы на плоскости его можем изобразить двойным образом. Или просто круг, как это на глобусе, мы имеем два круга, или показать с профиля. Если с профиля, тогда он не круг, а такой пирог, торт. Видите, вот этот круг со стороны. Но если вы на диск смотрите напрямую так, на плоскости, но потом на плоскости этот диск рисуете, то он получается как линия. Или в данном случае как торт такой, пирог. Вот человек, изображённый на этом торте, стоит ногами. Вот символически идут руки, там голова, девушка, например. И тут два растения каких-то по правой стороне. Ещё по левой стороне от неё то, что у нас малая архитектура, называется стогастульпи. Это столб с крышкой и там крестом или изображением небесных светил. Вот эта структура явно показывает, что мы имеем здесь подсказку. Как понимать вот этот первый круг на другой стороне прялки подсказка? Это же земля, на которой стоит человек. И вы посмотрите сейчас на левую прялку. Если этот человек, вот он стоит здесь, так вот тут он виден. Вот тут человек, вот тут другой идёт. Там птички летают, тут растения прорастают. А между двумя кругами, вы видите, тут такой столб. Ещё подерживается двумя столбиками со стороны. Чтобы подержать вот этот круг над головой. Значит, человек стоит между двумя кругами. Какой же второй круг над головой? Вот этот, который здесь оставлен не со стороны, а просто на плоскости как круг. Это же, что говорили на латыни, «орбис коэлли». «Орбис террариум» – это круг Земли, а «орбис коэлли» – это круг небесный. Небесный круг – свод небесный над головой, в котором и движется вот это солнце вокруг его головы. Так что человек между Землёй и небом, птицы тут летают, растения растут. И в других плялках ещё увидите мотивы между двумя кругами, они развивают мотив жизни на Земле. Человек живёт между двумя кругами, накрыт над головой крышей, которая по-литовски так называется, «дангус» от крыши. Ну да, как на русском, от слова «крыть». Что-то накрыто. И Земля, на которой мы стоим. Вот это древняя картина мира. Её можно, если бы и небо со стороны показать, профиль, тоже была бы другая линия горизонтальная. Значит, на одной горизонтальной линии стоит человек, а на другой горизонтальная линия, как пол и потолок. Между полом и потолком человек. Вот ещё тогда вопрос, а что там над небом? Что над небом? Ну вот над небом, вот это «что над небом», в данном случае этот круг, третий над небом, и ещё этот мотив, или вот этот просто только третий круг, который тоже как-то поддерживается. Мы знаем по мифологии наших предков, что над небом – это наднебесный мир. А наднебесный мир они называли, ну, вообще, оно можно сказать, раем, или садом небеским. Или даусос по-литовски, или верей в славянском языке, если говорить о языческом рае. Я не знаю, как по-латышски этот «что над небом», светлый мир, в котором проживают души праведных умерших, и Бог. Как это было бы по-латышски? Роис, даусос по-литовски, а по-латышски я не знаю. «Парадайз» по-английски, поэтому я «п» мотивом это назвал, и обозначаю вот эту третью верху, самую высшую часть прялки, как словом «парадайз», чтобы было бы всем понятно, что это рай, райское пространство. В данном случае возвращается… Тут написано «п» мотивы, это неправда, это не «п» мотивы, это ошибка. Здесь мы имеем мотивы между двумя нижними кругами. Посмотрите, я говорил, что здесь развивается жизнь человеческая, это наш мир. И если мы видим, вот идём слева направо, что видим? В данном случае просто два круга, и водные линии с неба идут на землю, это же дождь. По представлению древних, водяное пространство не только горизонтально окружало мир по всем сторонам света, но и было над небесным куполом. Мифологи на российском это называют «хлябьи небесные», ибо это упоминается в Святом Писании, это воды небесные, которые над небесным сводом твёрдым, и откуда получается дождь. Так что вот эти хлябьи небесные, эти воды, они всё спускаются на небо в виде дождя. Другое, тоже видим хлябьи небесные, воды, которые пускаются в виде дождя на землю, и уже видим растения, которые прорастают по левой и правой стороне. И квадраты. Может быть, это ещё раз изображается вспаханная земля, или пространство, в котором проживает конкретно человек. Усадьба, двор, территория. Человек имеет землю свою, он получил, ему государство возвратило. Вот он имеет четыре столбика тут. И вот ещё один. Тут уже два маленьких кружка. И вот они уже начинают находиться, два маленьких кружка. Тоже жизнь человека, воды всё здесь есть, земля человеческая, и два кружка. И вот тут, ой, я перескочил, тут ещё на левой, нижней стороне, тоже два кружка, и тоже вода обозначена, в средней тоже вода, и растения, и вот тут тоже эти квадраты земли, растения и так далее, и воды небесные. Два кружка, потом я это там, тоже исследовал статистическое распределение маленьких кружков, оказалось, что это восходящее и заходящее солнце. Вот человек стоит здесь, по вертикали, небо над головой, земля под ногами, и на левой стороне, и на правой восходит и заходит солнце. Это уже можно объяснять, как солярные символы, не небесный свет, как там, и не небесный круг, как здесь, а просто маленькие солнца, которые уже кружатся вокруг этих кругов, земного и небесного круга, по своим дорогам. Это само солнце. Так, и дальше ещё, ближе, тут увеличены мотивы, о которых мы только что говорили, между двумя нижними кругами. Вот этот мотив увеличен специально больше, чтобы видели человек, видите, человека, курица или гусь ходит тут. Ну и тут мотивы земли, мотивы растений и мотивы небесных вод, которые дают жизнь растениям, растительной жизни, между землёй и небом. Кругом земли, кругом неба. В данном случае вот земля, и тут как бы такие падают с неба семена водяные. Ну вот ещё увеличена, увеличена эта часть, где этот столб. Посмотрите, как столб изображён, держащий небо над головой. Тут ещё две такие отростки, укрепляющие столб. И тут тоже растение, человек, птичка летает. И даже вот змея какая-то, видите, ползёт, можно с фигуры увидите, у ног человека. И тут растение, вот так, мир. А тут ещё, посмотрите, кто-то летает, вот такой вот, птица, ножки какие-то. Тут очень много всего, вот тут птичка и так далее. Очень красиво. Ну идём дальше. И вот ещё несколько прялок показано, как видно это пространство. Видите на левой земля, на которой скачет человек, на коне добрый молодец. Там как бы солнце одно, солнце другое по правой стороне. И потом небесный свод уже с растениями вверху, как бы райским садом. На средней прялке тоже видим земное пространство. Это уже показано, что земля вот как раз между этими лепестками и тут и кружится жизнь человека. Это же направление на восходы света, солнца. И тут лепесток, семена, птичка, одна, три птички, земля и так далее. И вот небо, и над небесным сводом там опять же растения, отдельная полусфера, полу растения и так далее. И вот подсказка на другой стороне, что всё-таки мир состоит из двух кругов, между которыми какой-то столб стоит. Вот так. И мы идём сейчас в пей-мотив. Вот это пей-мотив. Это то, что наверху прялок, первое и второе показывают. Третье я сравнил с украшениями на пасхальных яйцах, орнаментиках. А там вверху мы видим, видите, пей-мотив этот, который я связываю с небесным садом, с раем, то, что есть над твердью небесной, чаще всего это дерево. Это чаще всего растение, дерево, или вспаханная земля. И это ведёт изображение символика к мотиву сада небеского. Небесного сада, как рая, в котором всё процветает, поют птицы, светят звёзды, солнце, растения. И можно ожидать здесь увидеть самого Бога, но он не изображается. Сам Бог должен быть здесь показаться, но он не изображается. Изображается всё, что связано с мифологией райского сада. И это опевается в песнях разных, в калятных, в пасхальных и так далее, о райском саде. Вот тут уже, в этом мы видим, что тут уже получается как бы ворота в сакральное пространство, или костёльные ворота, или ворота на кладбище, и там крест виден, и земля такая, растение, птицы. Это уже сакральный мотив светиль, который тоже связывался с парадайз, с райским садом, и так далее. Ну, на пасхальных яйцах я сравнил с орнаментикой, потому что здесь такой как бы райский сад или пространство, осаженное деревнями, в которой происходит жизнь, и вокруг ужаса солнца, можно связать так с райским садом или с нашим земным садом, в котором мы живём, вот вокруг которого кружится солнце, прорастают лепестки, иначе говоря, что это тот же мотив космоса, в котором идёт жизнь, или потустороннее, как в райском саде, или наша жизнь, на которой мы между двумя сферами земли и неба проживаем. Идём дальше. Вот п-мотивы райского сада в натуральном виде из прялок. Что тут нового? Ну, это растения, как бы у девушки в огороде, руты прорастают, и год, 1868-й. Там деревья, тут дерево, такое верхушка дерева, можно сказать. Тут костёл целый, получается, или сакральный объект, святилище какое, здание, видите, вот это, и растения. Тут тоже разные мотивы видны, ну и чаще всего всё-таки это растения, растения с птицами, прорастающие какие-то лепестки и так далее. И, конечно, вот это растение ещё раз, или как садик какой-то, или как даже кломба с цветами. Дерево на горе, как бы, на вершине горы. И всё, что? Ну, костёл вот этот и вот эти ворота сакральные с деревьями, птицами, и Христом, и пространством земленно-четырёхугольным. Или вот это уже христианские мотивы, чаша с кольцом, да, как монстранция, вот эта монстранция, как бы, это сакрум христианский тут уже помещается в этом. Но остаются птицы, остаются, да, птицы остаются, уже хрест, тут можно увидеть и луну, даже мотивы солнца, ещё луны воздействуют, что-то такое. Ну, вот опять птицы, уже костёл, сакральное пространство. Ну, ещё раз, вот птицы, птицы, здесь тоже птицы. Между прочим, я не знаю, будет в этих слайдах или нет, я исследовал тоже статистические мотивы, где птицы, сколько процентов птиц на прялке, на первом уровне, на втором или на третьем. Получилось, что в основном птицы изображаются на третьем мотиве, вверху. Не вял ты, не даром на литовском птице, птица называется поукштис. Я не на этимологическом уровне, а на поэтическом уровне это ассоциируется с поукштис. По, это по, высоте, аукштис высота, это высоко. Птица, это то, что летает высоко и изображается, поэтому на прялках оно в верхней части чаще всего. Хотя бывают, видели птицы между двумя первыми кругами, где происходит земная жизнь. Но это земные птицы, а это уже небесные птицы, те, которые улетают в Ирии, в Парадайз, чтобы проводить там некоторое время возвращаться опять на землю. Так что в нашей мифологии, что птицы летят по небесному своду и через дырку в небесном своде пребывают в зимнее время у Бога, в раю, а потом возвращаются назад, это говорит, что птица это посредник между землей и нашим кругом земным и над небесным кругом божественным. И это на прялках тоже видно. Вот по мотиву еще. Там звезды, звезды на деревьями и тут сакральное пространство в виде костела и птица все-таки существует дальше. Ну и редкий случай. Несколько прялок имеем, где есть не п-мотив, а обратный мотив. Еще под нижним кругом, самым низким развивается что-то такое внизу. Но это очень-очень редко. Я сейчас не скажу, сколько это примеров, но вот а что тут получается под землей, если первый круг земля, как я говорил, так подземельный мир можно увидеть. Тоже дерево, но тут уже уже один, уж другой, змеи две. Вот или тут показано, что первый круг держится на каких-то, вот видите, вот этих, змеи. Так это можно, я назвал это эс-мотивом. Вонж, змея, тут по-польски написано, что эс-мотив, он известен просто как этот змеиный мотив, и он тут изображается. Но, в общем-то, нужно обобщить сразу, что нету развитый этот мотив, что на прялках мы имеем дело с верхом, земля, и что над ней, что под землей на прялках не изображается, только в редких случаях даются намёки, что ниже тоже что-то существует. Вот. И вот показываю вот эти варианты, видите, вот эти эс-фигуры, тут дерево, вот тоже можно видеть какой-то эс-фигуры, но ниже, там, ниже на прялках иногда, на вот этим, это называется кота, это ножка, прялки, да, вот это, бывает ещё один круг, в редких случаях, или какой-то квадрат с кругом. Так, может быть, вот в этом случае мы можем говорить, если это земля, небо, и парадайз, рай, и небесное пространство тут, и тут земное, это подземельное пространство должно быть где-то здесь, вот, можно говорить, может, тут изображается вот это подземельное пространство, которое солнце входит ночью под землёй, но это неразвитые, это сюжеты эти не развиваются. Вот это нога, прялки, на ней садится женщина, она называется хвост по-литовски, или это нога, хвост, вот это структура нижняя. Так, сейчас идём дальше, и я хотел бы показать, ну, общие, ещё раз, расположение фигур, и вы видите, что под первым кругом нижним не развиваются никакие мотивы, все мотивы развиваются над кругом. Хотя, мифологи, которые не исследовали так мелко и так детально вот эту всю орнаментику, они говорят, что это три круга и всегда имеют в виду, что подземельный, земля, и там небесный круг. Ну, так принято так просто на три части делить. Всё-таки в данном случае мы имеем три круга, но круг земной, круг небесный и круг наднебесный. А подземное пространство тут не развивается. Почему так вы увидите потом, когда мы вот сейчас обобщим вообще, а, но это уже, обобщим может здесь сразу, что сама прялка получается как мелкое изображение детального, детальные структуры космического, космического порядка на плоскости, которая сама имеет форму дерева. Посмотрите на прялку. Прялка имеет ствол, прялка имеет вот эту фигуру, лепестка дерева или верхушки дерева или самого силуэта дерева. Значит, мы имеем дерево. Какое дерево? Вертикальное дерево, которое в мифологии принято, вообще принято называть мировым древом. Если это мировое древо, так на этом древе нужно с микроскопом искать структуру мира. Там же вся структура. Вот она, вся структура в виде вот этого декора и орнаментики изложена на математическом уровне. Можно так сказать. Если бы тут нарисовали бы разные картинки, деревья, там птицы, просто как картинку такую, как мы рисуем, так было бы наглядное пособие. А здесь структура, закодировано всё это. И тот, который это исполняет сейчас, человек, вот это, по традиции, он уже этого не понимает. В 19 веке я представляю, что люди ещё понимали, что они изображают. И потом я покажу примеры, которые доказывают, что те, которые вот это изображали, в 19 веке они понимали, что они изображают. Они не говорили, что это декор, украшение. Они говорили о космосе, о структуре мира, в котором мы живём, и оно тут передавалось умышленно. Так что идём дальше, что мы увидим, когда вот кружки, эти, как я говорю, ну прибор уже, не видите, ну как это называть, коловороток по-польску, это станок такой, да, тогда прялочка уменьшается, она вот вверху мало пшаслица по-польскому, это значит, что малая прялка, прялка, прялка. По-литовски другие названия вербсте или превербсте. Так пшаслица и пшасло по-польскому, а как это перевести на русский, ну будем назвать маленькими прялками, хорошо? Так вот, эти маленькие прялки, они очень интересные вещи, потому что, вы представляете, это тоже перенимает древнюю традицию с доски на вот это уже каурейт, это когда насквозь резьба, совсем другое, уже уровень, не просто вычерчивается линия архаические, а это фигурная резьба получается, это же уже предмет искусства, и посмотрите, что они делают, они перенимают древнюю структуру, и когда они перенимают древнюю структуру вот этого старинного чертежа, они её сохраняют и переносят в новую форму, значит, человек, который переносил, он не менял ничего, он просто это изображал в ином виде, сейчас другая ситуация, другой PowerPoint, версия другая Windows, так что это то же самое передаётся в других манерах, резьба, смотрите, в груди остаются, первый круг, второй круг, первый круг, второй круг, они на самом месте, соединяют небо и землю, воды, можно видеть, вот, или столб, эти ужи, они тут уже, вот, что самое интересное, что там не было так наглядно, что ужи поддерживают первый круг и второй, человек тут явно показывает, что два круга поддерживаются вот этими S-образными фигурами, второй круг над головой не держался бы никак, если бы не было бы чего-то, что его поддерживало бы, вот, видите, как интересно, или вот, на левой, смотрите, вот эта вот фигурочка, как бы глобус, круглый глобус, разрезан и разделён на две части, когда две плоскости одна другую, значит, дополняют, круг, северная полушария, южная, или небесный, небесный круг и земной круг, и вот P-мотив остаётся в виде миниатюры, вот это, что самое интересное, а тут наверху никогда не исчезает третий компонент, он просто миниатюризирован, ибо прялка сама миниатюризируется, из доски она делается маленькой, так что всё уменьшается, но вот остаётся вот этот значок, посмотрите, в данном случае это лицо антропоморфное, это сам Бог сейчас уже появился, когда там ещё его не изображали, не показывали, было очень мало прялок, на которых Бог там изображался, но в виде абстрактных каких-то растений можно было бы или геометрических фигур только его увидеть, вообразить, и ещё думать, что может я только воображаю, тут он показан уже антропоморфически, ну и растения, крестик, растения, Бог растения, ромб, это же мотив тот же самый, смотрите сейчас, о чём речь, вот по левой стороне мы имеем прялку, одну, по правой стороне другую, в центре древнюю прялку, где большая доска, и на нём вычерчивается схема, а тут уже вырезаются схемы мировые, эти две прялки на левой и на правой стороне на левой стороне не характерны, это уже это уже то, о чём я говорил, что человек себе не позволял изображать натуральных каких-то, значит, картинок, что он только графически изображал, здесь позволяется, видите, это редкий случай, на правой стороне тоже не позволяется ещё, но Бог, вид Бога, глаза из каких-то семян, из этого круга и цветков, можно увидеть антропоморфное существо с ногами и как бы небо, смотрящее на нас, и вот уже эта верхушка над небом, тут миниатюра, так что на левой стороне? На левой стороне, смотрите сейчас, человек, который вырезал, он понимал, что вырезает и переводит на наглядный язык картину мира, остров или полусфера Земли, на котором прорастает дерево, столб, вверху сакральные уже христианские символы божества, венок, птицы, сердце и так далее, всё поддерживается или соединяется ужами, а земля стоит над рыбой, над рыбой, рыба, рыбу поддерживает ящик, это же изображение даже дохристианского, христианской космографии тоже говорилось, что большая рыба, левитан, держит землю на себе, и когда она трясётся, землетрясение, в общем, человек изобразил что? Миропорядок в образе древнего представления, земля держится на рыбе, растёт дерево, и там небесное пространство божественное, он переводит на язык, понятный человеку, вот этой геометрической структуры, и это доказательство, что в переходное время люди ещё понимали, что они рисуют, он переводит на язык, наглядный язык, древнюю вот эту структуру, которую мы только гипотетически сначала связывали с изображением структуры Вселенной по пониманию древнего человека. Что ещё мы можем посмотреть? Да вот ещё одна прялка, это очень редкие случаи, когда всё разъясняется, о чём речь идёт. На правой прялке мы видим ту же картину, которая была уже на этой прялке, где рыба, земля, дерево и небесное пространство. Здесь видите опять же гору, остров, поддерживаемый на каких-то фундаменте каком-то. Эта ось, столб содержит наверху вот этот круг, вот эта крышка, у нас это называется стогастульпес, это крышка-столб, это же малые архитектурные формы, они распространены сейчас в Лите. А вот это, что простой антрополог или искусствовед назвал бы Солнышком, Солнцем, это небесный круг, это сияющее небо, светящее. Звёзды уже превращались в посвечники, но остаются между небом и землёй, Солнце и Луна. В данном случае молодой месяц и уже вот этот же диск. Вот как в мифологии нужно различать. Это небо, а вот это то, что движется по небу, это Солнце. Небо как бы увеличенное солнце, а Солнце как бы уменьшенное светящееся небо. Ну и вверху видно лепесточки. То, что в райском саду прорастает, там где-то есть. Но уже это редуцируется до мини-сюр, ибо сама прялка это редукция большой прялки до маленькой. Ну и что я хочу сравнить. Поскольку я говорю, что и уже сказал это, что прялка это структура мирового древа, наглядная структура мирового древа, которая может быть представлена в виде натурального древа. Видите? И тут имеем вот пример 16 век, это рисунок Гассела 16 века, художника, который нам показывает ритуальное древо. они очень распространены на Балканах, в Германии, майским деревом называют. Дерево в данном случае прорастает, саженное, как сейчас мы елки ставим в центре города, а потом там празднуем. Так вот оно растет в центре городка, и вокруг него здесь проходит жизнь, и, конечно, оно сакральное ритуальное дерево, там проходят праздники весной, когда май, и другие ритуалы. И вот видите структуру, как обрезанное дерево? Внизу это, конечно, то, что земля, потом первый круг, второй круг и третий круг. Первый круг кломба, земля, второй круг небо, третий круг с ромбом наверху, это то, что мы видим на прялках. Ну, я сравнил напрямую, чтобы вы видели, та же структура. Можно тут ее украсить, разные ленты, повесить звездочки, воды, меандры, солому, что хотите. Это получится ритуальное деревце. Ритуальное деревце мы уже отдельно можем изучать. Очень интересная и красивая вещь. Но прялка это синтез, геометрический синтез вот этого мирового древа, которое потом уже в нашем ритуалах приобретает, ну, естественно, натурального, украшенного, декорированного дерева. И вы, наверное, в латышском фольклоре особенно знаете, что в дереве очень самая ценная часть дерева это верхушка. Нельзя обрезать верхушку или если нужно обрезать верхушку, так нужно ритуально, и потом оно используется в ритуальных... Просто так верхушку обрезать нельзя. Вот ясно почему. Поэтому, что там Бог прожилает. Это же рай. Это же на этой верхушке вот эти всё сакральные птицы садятся и так далее. Верхушка это основной сакром дерева. Конечно, сакром и пень, и ствол, и так далее, но верхушка имеет божественное значение. Это вот в данном виде обрезано как ромб. Сразу забегу вперёд, скажу, что та же структура, вот эта, которую мы видим здесь, обнаруживается в пузырс или садах соломенных, когда они изготавливаются в виде геометрии, но могут изменяться деревцем, повешенным на столом, украшенным той же соломой. Ритуально это то же самое, и по космологическому значению, символичнее, это то же самое, просто изображается иначе, в других формах, в других материалах, и по-другому. Ну и сравнение ещё этих структур с другими ритуальными предметами. Уже я сравнивал с столбом, вот это налево и стогастульпис, это литовские, ну и латышские, конечно, это постройки архитектурные, малые архитектуры. У нас они просто в христианской традиции, а вся научная традиция в Литве христианская называются крестами, и вот эти верху, которые там части небесной светилы изображаются, звёзды, значит, луна и так далее, верхушками над крестами, но, слава Богу, что сохранилось древнее название вот этих струй, это не кресты, это столбокрыши, стогастульпи, если дословно переводить, столбокрыши или крыша-столбы, значит, у нас назывались, и они просто совершают, это та же прялка поставлена в дворе как предмет ритуальный, который даёт ту же структуру, первый круг, второй круг, третий круг, и над кругом вот эти небесные, тут даже должен быть где-то показаться лицо Бога, вот в этой, в этой части, я может забуду потом сказать, но вы всегда досмотрите на вот эти мемориальные столбы над верховной крышкой, или может быть одна просто крышка, смотрите на вот эту фигуру, вот эта фигура есть извояние божества, они иногда ставились у графинов просто вот такие столбы, только вот такие столбы, вот как это мини-сюра, как могильные столбы, и это можно видеть силуэт божества, как это, истукан, стабос по-литовски, не антропоморфизированный еще силуэт какого-то божества, не знаю, будут слайды, которые это тут покажут или нет, ну вот и на правой стороне, как у дерманов, на Алканах и в других странах, у нас это редко бывает, изображается это свадебное или ритуальное майское деревце, которое носят украшенное разными полосками цветными и так далее, место свадебного флага и так далее, вот видите те же структуры, один круг, другой круг, третий круг, и потом вот этот вот растение, которое изображает то, что на прялке, это то же самое, это просто сделали люди, вот даже тут, даже, ну как земля и небо, вот как треугольник можно видеть, и все такое, это то же самое, сейчас все понятно и наглядно видно, что это та же самая структура, представлена в разных манерах и материалах, стиле, идем дальше, и последнее, подходим к образу мира, я сравнил вот этот прялку сейчас с рисунком, очень интересным, вот этот рисунок на правой стороне, это его нарисовал антрополог, который исследовал мировоззрение венгерских сказок, и у него был Лайош Ами, такой рассказчик сказок, который рассказывал очень много сказок, и его попросили, чтобы он, он был такой умный человек, чтобы он нарисовал бы, а как выглядит мир, если смотреть со сказок, когда человек идет, где-то в дырку попадает в подземелье, или где-то там идет, уже на небе, ощущает себя, что полез там и залез на небо, и так далее, как все, вот как в мире сказок, как бы выглядел мир, и он нарисовал, вот как бы выглядел мир, если расшифровать, как вот в сказках он рассказывает, и получились те же три сферы, еще вокруг движется солнце, все это воссоединяет, все воссоединяет воды, и везде вот это свечение над плоскостью, одна сфера, другая сфера, третья сфера, и три сферы, как хотите, тут видите, подземный мир, земной и небесный, но все-таки вот эта структура прялок, она здесь наглядно сохраняется, значит, и воды, и движение солнца, это очень важно, а если возвратиться еще назад, если возвратимся, так, ну вот, вот эти я не раз, не разъяснил и не показал, тут в этом презентации не было много о этих кружках, если смотреть, как они распределены, так их все движение, вот этих кружков, четыре могут тут быть, я там статистически даже исследовал, как они, они кружатся вокруг вот этого, вот эти четыре, иногда они могут сюда перекочевать, там где-то, но процентно они кружатся вот так вот, ну почему они так кружатся, ну на небе кружится солнце, по отношению к нашему горизонту, на котором мы стоим, меандр тоже может окружать и вот этот круг, в данном случае его нету, но он может, но все-таки смотрите, меандр окружает всю плоскость прялки, как дерево, видите, вот он идет здесь, вот это то, что у Лаэшами, все окружает вода, вода идет вот здесь, если бы это был бы какой-то как щит, так по краям вода, а в середине этого щита уже расположение миропорядка, ну вот так коротко, сейчас посмотрим, что там уже окончено, а, окончено, но все-таки я еще сравнение одно даю для вас, вот мой коллега один исследовал орнаментику индейцев, и вот у индейцев, оджиба, племени оджиба, вот такое изображение, которое посередине здесь, как они изображают мир, вот видите, там стоят вигвамы, там солнце где-то восходит на левой стороне, тут может заходит черный треугольник, тут земля, тут жизнь человека, вот все олени, тут, ну в общем, то, что окружает человека на земле, и потом, вот солнце над головой светит, небо, под небом, вот, а небо это вот линия, вот солнце движется тут, и там над небом, над этой сферой, тут божество, вот это вот, вот так абстрактно, та же структура, посмотрите налево, то же самое, да, солнце вот оно, под небом, вот небо, вот божество вверху, вот земля, но тут не рисуются люди, не рисуются люди, и не надо, мы знаем, что мы здесь, и тут еще две фигуры, вот эти джевы-жицы, они объясняют вот эти линии, вот стелки, прорастающие древо жизни, так может быть дерево, могут быть, как видим в данном случае, ужи, которые соединяют небо с землей, и мы в фольклоре имеем немало высказываний, что вот ужи, вот эта градуга, это уж, который соединяет небо с землей, и еще даже говорится, что этот уж, который соединяет небо с землей, перекачивает воду с земли на небо, и они вот перекачивают воду, такие шланги, у нас называется, смаки, или они сосут воду с озер, и туда передвигают, вот вода на земле, вода на небе там, и потом она выпадает дождем. Если вы будете смотреть на архитектуру вот этих столбов крыш, так когда две крышки, или крышка, и потом вот эта плоскость там, так 4S-фигуры поддерживают эту крышку с четырех сторон. На четырех сторонах ужи поддерживают небо, и вместе с тем они там соединяют вот эти водяные процессы, небесные и земные. Говорят, не иди, если радуга туда, тебя всосет туда, всосет и встянет, потом неизвестно, что будет. Ну и в конце все-таки еще один рисуночек, уже оканчиваем. Ритуальный стол индейцев. Индейцев в Юкатане, майя, племени майя, знаете, майскую цивилизацию, они это назвали «Коэн-Ше», ритуальный стол, вокруг которого происходят ритуалы. И структура стола. Вот эти натянутые ветки, вот сферичные, тут такое, как крыша палатки, это, конечно, это небо, это небо. Тут висит что-то на небе повешенное, какой-то кружок, а там миска, вот платформа небесная, говорят. Тут земля, стол, вот плоская стола, это земля. Плоская стола, земля. И тут, там еще свечка стоит, огонь горит. В общем, четыре стороны света, ритуальный стол, над которым еще делается структура, которая изображает небо. А вообще, скажем. И у нас описано, что садом называется, то, что называют латыши паюнг, паюнг – это пузырс, паюнг – это по-польскому, так, украшение, висящее на столом. Чаще всего мы его находим в этнографии еще в свадебных ритуалах. Когда свадебные исполнители ритуала садятся вокруг стола, над столом вешивается сад, так есть этнографические записи, что сад изображает в данном случае небеский рай, а стол изображает землю, а скатерть на столе изображает луга, а миска, поставленная в центре стола с водой изображает море, озеро. Парни, сидящие в четырех углах на столах изображают столбы, которые поддерживают небо между землей и небом, а девушки, которые сидят между парнями, это забор. В общем, четырехугольное пространство земное, и, конечно, когда приезжает поезд молодых, они выкупляют это пространство. И, знаете, ритуал выкупляют, и вот те, которые сидят, они не хотят упустить этого места, не выкупают этот сад, садятся сами там, и потом продолжают свадебный ритуал. Ну, а стол с землей, в фольклоре, в этнографии, это принято связывать с землей, четырехугольный стол, это земля, и когда молодая девушка прощается с домом, уже выходит замуж, она целует четыре угла стола, или землю под четырьмя углами стола, говорит, спасибо, земля-матушка, что меня ты носила, сейчас я уже уезжаю, значит, распрощаюсь с тобой. Так что мы здесь имеем ту же структуру мирового древа, только висит там не, тут стоит не прялка, а всё показано в пространственном изображении в виде уже стола и украшения, которые иногда не соломенные бывают, от древности, я тоже исследовал отдельно, было деревцем или верхушкой деревца. Если хотим изображить рай, так на столом вешаем верхушку украшенную деревца разными изображениями, звёздами соломенными, там, солнышками, водами, птичками и так далее. Иногда антропоморфная фигура тоже делалась из соломы и помещалась в этом саде, говорила, что это огородник, садник. Это Бог. Ну и спасибо за внимание, наверное, я бегло всё про бег, у меня не было сегодня возможности всё доказательство показать, я мечтал просто об этом издать книгу, но 3-2 раза я подавал заявление в Министерство культуры, комиссия отбрасывала как экзотическое высказывание, которое не подтверждается научными, значит, ну, как исследователями, там, других исследователей и так далее, что это вообще фантазия, и это не признано, что я говорю, это не общепризнанно, это гипотеза, уже 20 лет она остаётся гипотезой, никак не разворачивается, не раскручивается, и не, даже не позволяется этого, ну, это не доходит до книги. Это в данном случае у меня была статья только в «Ляудискультуре», такой журнал у нас выходит, там была статья двух частей. То, что рассказываю во второй части, я сегодня об этом просто не буду говорить. Вторая часть это вот этого структурального анализа, доказательства со стороны фольклора и ритуального материала. Как, что люди делали с прялкой, как его использовали при родах, при свадьбе, при похоронах и так далее. Как с ним обращались, как обращались с прялкой, что оно изображало, какое оно имело значение в руках у женщины, когда она пряла и в ритуалах. Как оно использовалось, это обширный материал об этом, просто с другой стороны, совершенно с другой стороны показывает, что прялка это было, понималось, как мировое древо и беретено тем же, как структура очень важная для мирового древа. Отдельно сейчас о символике веретена я не говорил, о этой палочке, на которой нанизывается вот этот кружок. Только скажу бегло, что это фалос и вулва значение, оно там очень яркое. О самом прялке, в самой прялке это тоже отношение между полами. Сегодня я не тронул, ибо эта тема уже более широкая, но тоже обобщенно скажу. Когда говорится о космическом соединении неба и земли при помощи вот этого столба, вот этого здесь стоящего, и вообще прялка как единение сфер космических, в том же космологическом смысле имеется всегда в виду и единение мужского и женского, ибо земля женская, небо мужское. И все переносится сюда тоже на ритуальном уровне, как ритуальный предмет, соединяющий не только небо и землю, и божественная жизнь, которая в виде вот этих соединений кругов происходит, но и соединения женщины и мужчины, или пары молодых. Так что вот эти кольца, они потом переходят в свадебные ритуалы. На пальцах кольца, или мы едем в машину, и там два кольца, видите, так соединены на машине. Это кольца неба и земли, одно кольцо. Это земля, это кольцо, которое я нанизываю девушке на палец, когда я хочу, чтобы жениться на нее. Другое кольцо, это мужское, это небо. И вот эти два кольца, просто раньше колец даже не было, просто с прялкой делали это. Молодой человек, который хочет, чтобы девушка согласилась и вышла за него, он делал некоторые вещи с прялкой. Например, разные примеры. Приходил, когда девушка работает и отламывал кусочек прялки, или дарил, отламывал кусочек прялки, или дарил девушке прялку. Если девушка брала прялку и сразу начала прясть, она говорила, так, если она брала прялку просто или отказывалась, или брала, но не пряла, она говорила, что нет. В общем, прялка в фольклоре, в ритуалах, она была, отношение между полами, очень важная имела символику. И многое можно было бы сказать, что, например, при родах, когда рождается мальчик, пуповину отрезали на прялке, прялку, ой, девушка, извините, девочка, прялку на прялке пуповину, если мальчик на топоре. В общем, прялка была предметом женского, женской символики. Другие предметы, топор, стрелы, лук, там, это была мужская символика. И вообще, хочу, наконец, в конце несколько цитат, как прялка использовалась всё-таки из этого, о чём я говорить не буду. Очень интересно сказать в магии женщины, что делали, если я на еду сейчас, вот я включу в своём компьютере другом вот этот текст, как они, что они делали. Из памяти даже не прялки, а там, наверное, будет о пряслице, о веретене, говорится. Очень интересные вещи. Да. Магия. И вы, девушки, которые меня слушаете, можете это сделать тогда, только нужно будет прибор этот сделать или купить. Вот. Наверное, подождите, я нашёл или нет? У меня тут записи бегают. Пока Йонас ищет цитату, вы, может быть, можете подготовить какой-нибудь вопрос, если у кого-то появился, или озвучить, или в чате его написать, чтобы мы могли успеть ещё Йонасу его задать. Хорошо? Ну вот, я сейчас несколько... Отдельный разговор о пряслицах и этих веретене. Но вот посмотрите сейчас. Всё-таки нужно сказать, вот на этой схеме, где я даю рай, небо, земля, да, смотрите, когда на сторону мы поворачиваем вот этот круг, он получается как пряслица. Это тот кружок из камня или из... Очень археологи часто находят с дыркой внутри, которая нанизывается на палку. Так что палка... В общем, можно сказать, что прялка, когда не было этой доски, была прялка, была эта палочка, которая втыкалась вот в этот кружок, в центре дырка, вот тут, и она пронизывала насквозь вот эта вещь. И вот этот кружок вот была земля, а эта палка, это был палос, это небесная стрела, это, ну, если переходить на образ, это как бы молния, пронизывающая мембрану. Так что вот это имело тот же мировой веретено. О веретене много писано уже с древних времён, что это образ Вселенной, кружащейся и так далее. Ну, вот так что это тоже прялка, но прялка в другом виде, когда вот этот круг пронизывается палочкой. Это самое древнее. И я ещё хотел бы сказать, что вообще-то, как это представить, что самое древнее, это просто была палочка, на конце которой утолщение. Это что значит? Это не надо объяснять. В Индии это везде стоит. У нас в Индии это очень стоит, да. Так что там вот эта символика, это палка. Поголис по-литовски. Это палка. И потом только это утолщение усилялось этим камешком, с дыркой внутри, пронизывалось ещё более на конце. Да это же действие, которое совершил обезьяноподобный человек. Он сначала брал палку в руку, которая имела в конце утолщение. Этой палкой увеличил свою мощь, силу. Достигал цели уже не рукой, которая утолщается вот этим вот, как это, кумчатостью, но палкой. Он когда в эту палку прикреплял с помощью жила камень, это получается топор, это сила, это перхунас, это так далее, это уже камень и дерево. Вот эти соединения камня с деревом нам даёт цивилизацию. Потом уже камнем можешь стучать по дереву, огонь извлечь из дерева, да, это разжигание дерева. Ну, и этот предмет самый древний тоже был, прялка это была камень и дерево соединены в одно. Вот, потом уже керамика там, эти, глиняные или другие, обжиные, получаются, кружки. Ну, что делала девушка? Девушка, если хотела, чтобы парень кружился около неё, она с этой мыслью крутила просто так, не пряла, крутила вот это веретено в руке. Потом, если хотела, чтобы парень кружился около неё, и принадлежал ей, брала это веретено и пронизала сердце крота. Ну, девушки, берёте, ловите крота, берёте это веретено, пронизаете сердце с мыслью, чтобы этот парень, его сердце так пронзило, чтобы он крутился, как это крутится веретено вокруг вас. Вот. И это сразу, он начинает сокрутиться, только нужно сосредоточиться. Если хотела привязать к себе мужчину, когда месячные, женщины, ну, сейчас тоже бывают месячные, мужчины, туда не ясно, куда убегают. Нужно, но сейчас это не проблема, конечно, в древности, во время месячных нельзя было заниматься жизненными ритуалами. В общем, так что, что делала женщина? Она посмотрела, где мужчина выходит на двор, ну, и делает, и, как это, писает, как по-русски? В это место она втыкала веретено, веретено, в это место втыкала веретено. Всё. Он никуда не побежит. Он будет ждать, пока у неё кончатся месячные. Четвёртое, последнее. Если женщина думала, а сейчас это очень часто бывает, что мужчина или парень ей изменяет, девушка думает, что парень наверное изменяет, он не даёт посмотреть там мобильник, а изменяет он или нет, что он там пишет, что можно сделать? Просто берёшь это прялку, да не прялку, как это? Веретено. Веретено. Берёшь это веретено, берёшь подсолнух, пронизываешь подсолнух в центре, ну как здесь, показано, мирового, мировом центром, и потом через эту дырку смотришь на мужчину. И когда смотришь, ну, чтобы он не видел, так, на него, как через телескоп, это возвращало его к тебе, и он опять кружился вокруг тебя, а эту женщину бросал. Ну, самое страшное, это крота поймать, хотя их сейчас очень много, но очень болезненно, да, и прокрутить, но это уже тогда действует смертельно. Вот я просто несколькими примерами показал вам, что обширный фольклорный материал, который только и можно потом понять, почему так делается, что вот когда первичное значение космологическое полностью представляешь, а что такое прялка? Это уникальный уникальный космологический объект. И я думаю, что вот я писал когда-то о этих соломенных садах, что соломенный сад, Пузырс, и Вселенная у меня была статья, тогда еще никто об этом не писал, это в 20 веке, а сейчас они у нас уже подаются на ЮНЕСКО, на мировое наследие, чтобы его зарегистрировали. Я думаю, что придет время и прялкам. Прялки тоже должны быть зарегистрированы в регистре ЮНЕСКО как мировое наследие. Таких прялок, которые в Балтийском регионе распространились, конечно, и в Белоруссии, и в России, но они там потом изменяются, уже теряют свою древнюю структуру, вот эту архаическую, орнаментальную, их очень мало, и это наследие мировое. Мы сейчас с этим имеем космологию. Если там Лая Штами рисовал для антрополога вот эту картиночку, так мы имеем эти картиночки нарисованы на этих предметах, которых сотни еще сохранились в наших музеях. В музее Чурлёниса, в Национальном музее, в музее Утяна, недалеко от нас, где я проживаю, большая коллекция этих прялок с очень архаической орнаментикой, которые прялки сами 19-18 веком старые, значит, датируются, но образы нанизанные и начерченные на них говорят о картине мира, которая была свойственна человеку и в старом каменном веке еще в более давних временах. Самые старые прялки в Литве это с времен неолита 4-е тысячелетие, 3-е тысячелетие до нашей эры, они имеют такую же форму. Конечно, очень мало что найдено, но форма такая же, представляете, можно думать, что, я думаю, что до каменного века было дерево, данный век был. Еще человек не мог переключить камня к этой дубинке, значит, к этому пальцу, но он уже осваивал очень хорошо дерево. И деревянный век, это, я думаю, что это, вот эти структуры идут с времен деревянного века. Но в деревянном веке не говорится, ибо дерево не сохраняется, а камень сохраняется до наших времен, и поэтому мы начинаем с каменного века говорить. Но когда-то деревянный век перешел медленно в каменный век. Так что спасибо за внимание, извиняюсь за беглое представление очень обширного материала, и извиняюсь уже за тупеющий русский язык, хотя я в школе по-российски даже мыслил, и даже отметки у меня были лучше на российском, чем на литовском, ибо я рос в восточной Литве, где связи были очень тесные с этим языком. Так что спасибо, но было бы хорошо и на латышском поговорить, я понимаю некоторые вещи, но говорить мне трудно, читаю. Так, но думаю, что мы, если будем общаться больше, заговорим и на латышском. Спасибо вам за внимание. Молодец, Йонас. Видас, вы включили микрофон. Да, получили вы такие вот. Да, получили. Кто получил, кто сам сделал? А теперь продолжение темы Йонаса. Ну, как, мы имеем эти вот вещи, да, и теперь такое пожелание, чтобы под вдохновением этой лекции каждый бы нарисовал на этих досках, вот, как он понял, как ему кажется по-своему свое верето. потому что не каждый умеет вырезать так, мы это все простили, можно просто нарисовать черно-белым или цветным. Цветной вариант. Сейчас прялки обретают декоративное значение, просто вешается на стенке маленькая прялка с этой орнаментикой. И в данном случае особенно важно тогда говорить о символике, ибо уже она приобрела декоративный, так нужно возвратить символический смысл. И одно предложение еще скажу, я не сказал, самое важное, вот на этой картинке мы видим, что рисунок прялки не на этой стороне, на которой сейчас вот показаны стрелки идут, она под пряжью, и основной рисунок под пряжью. Значит, женщина, которая придет, закрывает пряжу, вот эту всю, что говорил Видас, нужно красиво нарисовать, его не видно. И только когда кончаешь работу, мир восходит за всей структурой перед тобой. Значит, само придение из хаоса волокна выпредает культуру, текстиль, выпредает мир. Так что женщина, это богиня-мать, мать, которая сидит из волокна первичного хаоса, извлекает структуру вселенную, небесное яйцо, от которого возрождается жизнь. Поэтому там в фольклорном уровне все это давно рассказано очень много раз. И вот на этой картинке я еще раз это мини-сюре показал. Жонасов, чатси есть несколько много хороших слов. Я буду читать по-латежски. Вы поймете? Да, постараюсь понять. Если не поймете, говорите, все переведу. Плюст интерес Спасибо за увлекательную историю упрялки. На самом деле очень большое значение упрялки. Хотелось бы продолжения. Пока еще нету. Я бы сейчас хотела вас немножко всех попросить. Как я и говорила в прошлый раз, музыканта кормят аплодисменты, а рассказчика кормят добрые ваши слова и лица. Покажитесь, мы сделаем совместное фото. Оле, спасибо за то, что вы с нами. Огромное вам спасибо. Зена, тоже спасибо. Я буду учиться выговаривать ваше имя. Линда, Палдия, Славик появился. Кто может, включите камеру, мы сделаем фото на память. Ивата, готовься. Губки, девушки на краси. Да, красивые губки. Очень прекрасно. Лоти скаисты лупы. Лоти. У смайди, бренищики. Да, Кристин, я твой очень гаидую. Очень здорово. Липки. Ивата, жми фото на память. Андра, радзам скаисту дагунтиню. Лоти лаби. Андри, палдияс, я гаидую таву смайду. Лоти гаидую таву смайду. Да, фото. Ивата. Я, виспалдияс, парфото. И, может быть, еще есть какой-нибудь прекрасный вопрос для Йонаса, чтобы он чувствовал, или отзыв, чтобы он чувствовал, что его такой энергетически богатый и заряженный рассказ нам все-таки нужен. Поделитесь звуком, голосом. Ну, мы слышали Йонаса вот так по-натуральному. Это было что-то очень хорошее. Спасибо еще раз. Мы с детьми там поехали. Очень было интересно тоже. Хорошо. Зена нас включил микрофон. Что-то хочешь сказать? Вести гурьбу самых непослушных детей. Он их завораживает на долгое-долгое время, так как нас. Спасибо, Ивета. Запомни, куда нам надо вести своих непослушных детей. Так, что у нас еще Ивета. Возможно, Ивета, Габриана. Возможно, ты грибешь кого-то посетить? Спасибо. 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 Потому что сегодня я смотрела не только я, но смотрели и мои ученики. Так что это очень, 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 что не только мы смотрели, но целый класс непослушных ребят. Они были заворожены. Написали что-то на белорусском, но я там могу что-то напортачить. Чудесный рассказ. Ай, вот скажите лучше на своем языке, не теряйтесь, а то я тут так наговорю всего чего. Так, хорошо. Огромное спасибо за энтузиазм, за энергию. Да. Чтобы вы почувствовали, что у нас языки тоже близкие. Да, 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 близкие. И я очень рада этим встречам. И очень рада, что у нас получилось с Йонасом поговорить до того, как вы все сюда зашли. И его рассказ сегодня был настолько уместен, что большое и огромное вам спасибо. Всем хороших выходных, спокойных. Будьте со своими любимыми. Обнимите их, подурачьтесь, что-нибудь сделайте хорошее. Одно или два или три хороших дела. Улыбнитесь своим любимым, позвоните своим любимым. И будем встречаться в следующую пятницу. Огромное вам спасибо. Йонас, мы приедем к вам с непослушными ребятами или с неверными мужьями. Жду, уже начинаю ждать. Спасибо. Спасибо. Лина, спасибо за вашу прекрасную программу. До встречи. До встречи. Спасибо, Йонас. Огромное-огромное вам спасибо. До свидания. Андрей. Субтитры подог acetActs. Леби вискиch educator. Субтитры подога реалийте. Субтитры подога. Левое-то просто, что, приветствуйте. Я ищuсь наķooшнике, Без лобби. Андрей. Субтитры подога. Невrei-то набор float. Да? Ну, этоẹное. Субтитры подога. Бо-Нюкс сректи, ну, как весь был слабый, ну, отраку и вау-лаку. Лаби, тагат откал, висем га-шлигс пуздинас, а так. Аритев, Андрей, а так. А так. Так. Тихо, это не было. Я не знаю, что я не могу запраться, почему я, может, году-дил, ты, прихи-мет, ба-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри. Вика по равной виноле, как девич. Необранно, я сречу приً Palestine. Бр prev Hispan teens, которая чтобы у вообще. Просему исправок, только объяс messy, ну, как и спрест cope, как правила о том, вкус。 Варианс это касается, что ты, More Programа, цTransн, раньше-то Among The Balian… Ты, kasih смешали меня? Неа-а?! Ну да, ну то есть либо проходит, Как я помню, Интереста каудри пилос, я тебе скажу, что с кем-то воды интересно. Буду подумать, что булим hartом будет, что ваша премier. Я говорю, что булим не мешает помочь, чтобы меня прошли к другим другим. А тогда ты актуешь игру. И какой? Я будучи не смогу об этом. Продолжение следует...